Когда день рождения у тебя последний раз был? А? В прошлом году? И все. А у меня в 87-м, в 87-м последний раз, в 87-м последний раз день рождения был. И все. Больше день рождения свой мой не справляли. А в этом году Нинка ко мне пристала, говорит, давай от празднуем, давай от празднуем, 40 лет, все-таки 40 лет. Я говорю, что празднуют? Не 100 лет, не круглые даты, ну че так? Она говорит, нет, давай от празднуем. Ну давай, давай от празднуем. Достал я бутылочку Бельникова за 3,62 из старых запасов. Вспоминаешь? Первый раз за концерт оживился, ага. Пошел купил точно такую же за 6 тысяч у нас там стоит. На, мне не нравится, 6 тысяч. Нинка на антресоль полезла, чуть не убилась, с куском сервелада финского вернулся по 10 рублей. Вспоминаешь? Или тебе тогда еще и не было? Он сейчас 50 тысяч стоит, 5 грамм. Огурочки купил, картошку, капусточки. Буженину достала по бартеру у соседки, по бартеру. Она ей дала утюг ненадолго погладить, та нам буженины ненадолго поесть дала. Сосиски купили, хорошие, по 6 тысяч штук. Такие хорошие, говяжные, прям раскрываются, когда ваются, прям на тарелочке положил так. 6 тысяч, 6, 6, 6, 6, лучше деньгами, честное слово. И вот только мы все, капуста, как все стоит, только мы сели, только сели. И тут звонок. Причем, знаешь так, не просто так звонок, а такой «Лимик, лимик, звоник». Как будто тот, кто звонит, точно знает, что в доме кто-то ест. «Ну, Нинка моя, ты мою Нинку не знаешь?» «Откуда?» «Нинка моя, она как, у нее, знаешь как, у нее нервов-то много, а ума в обрез. Она так, она прежде, чем что-то сделать, она подумать-то не успевает. У нее на звонок рефлес, как у собаки Павлов. Звонок, пошла открывать. Причем открыл сразу, без цепочки. Хоп! А там стоит Бибиков с женой, с одним цветком на двоих. Ну, Нинка моя, она дура-дура, и что касается спасения продуктов, сразу соображила, сразу по ее уходящему дирижаблю, я понял, пошла спасать продукт. Ну, я думаю, ну, мне надо Бибиков в коридоре попридержать. Я эту Бибиковскую жену на себе взял. Я говорю, как хорошо, что вы пришли с одним цветком на двоих. Помните, смотрели передачу «Богатые плачут», сейчас буду смотреть «Рогатые скачут». Все, что мог, спросил. Входим в комнату, смотрю, на столе почти ничего нет. Думаю, даже, ну, как-то нехорошо, что сосиски остались. Ну, Нинка моя, я тебе говорил, она думать не успевает. Она им сразу, гости, ну, пожалуйста, в столовую сразу. Сразу, нет, что спросить, как у вас дела, как вам обстановка, что за мной. Я бы за это время еще что-нибудь. Она сразу, и эти, вместо того, чтобы, знаешь, как интеллигентный люди сказали, ну, что вы, что вы, мы вчера только отравилися. Нам всю неделю вообще ничего есть нельзя. Эти прямо к столу. И этот Бибиков, и сразу, тост за Аменинника. И водку он, гад, наливает не из той бутылки, которая по три шестьдесят две, старой, а из этой, которая по шесть тысяч. А у меня рюмочки маленькие, интеллигентные. Он эту рюмочку хлобысь, а у него даже на язык не попало. Он говорит, какие рюмочки маленькие. Я, когда насморком болел в нос, больше закапывал. И бутерброд с бужениной. Хватит. А этот бутерброд сейчас около пяти тысяч стоит. Он себе положил, жене положил, и в безопасность всё себе положил. Цены подскочили, понимаешь? А жрут, как по старой цене. Я прямо смотрю, селёдка по кругу пошла, пошла, пошла и не вернулась. Селёдка вообще не поняла, что с ней произошло. Её в океане медленнее жрали акулу, чем Бибиков сожрал. Я сюда и только отвернулся. Смотрю, две сосиски налево ушло, по шесть тысяч, двенадцать тысяч. Я сюда только, смотри, сюда три сосиски по шесть, восемнадцать тысяч. Туды, суды, суды, туда. По деньгам смотрю, ваучер сожрали. И в это время опять звонок. Я думаю, ну всё. Сейчас кто бы ни пришёл, я не открою. Я скажу, холера. Карантин. А в глазок смотрю, думаю, может кто чё принёс? Смотрю, это двое. Двое наши с работы. Хуенький Витёк, хуенький. И продолговатый Федькин вдвоём. И крича там, позволь нам только подарок преподнести. И вот это слово «подарок» меня сбило. Я думал, подарок я хоть как-то стола куплю. Я их сразу впустил. Они входят сразу, сразу к столу. И этот хуенький Витёк берёт так торжественно руку в карман свой хуенький и достаёт оттуда открытку. Он сам-то хуенький. А открытка у него ещё тоньше. Я сначала подумал, ну мало ли, знаешь, можно открытка на машину. Я говорю, ребят, ну чё вы такими подарками кидаетесь? Он говорит, это не машина. Это лучше. Это стихи. И читает мне эти стихи. Мой друг, прими от нас стихи. Порими и будь всегда в ажуре. Тебя поздравить и мы подешли в натуре. А эта натура стоит этот хуенький Витёк, чтобы он уже наконец поправился когда-нибудь. И продолговатый Федькин, чтобы его с хуйким спарлепипетило. И тоже к столу жрать, жрать. А уже жрать нечего. Банку с угурцами вылезли так, я думал, головой туда кто-то пролез. Нинка моя побежала на кухню, принесла банку варенья, но думала, знаешь, варенье с картошкой не сочетается. Всё сейчас сочетается, всё. Этот Витёк хуенький стал картошку вареньем намазывать. Сейчас всё сочетается хуенький с продолговатым, картошкой с вареньем, фиг с маслом. Этот день рождения мне дороже похорон стало. И когда они уже оба встали, они говорят, интеллигентные люди всегда чего-нибудь не доедают. Я смотрю, чего они не доели-то? Смотрю, они оставили на тарелке верёвку от колбасы. И теперь, когда у меня спрашивают, когда у меня день рождения, я говорю, я не помню. Я маленький был и хуенький.